Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Сегодня мы решили проверить реакцию клещей на эфирное масло лаванды. Это масло имеет весьма приятный и сильный аромат и славится отпугивающим действием на клещей и комаров. Вот мы сегодня это и проверим. Тщательно промазываем периметр круга маслом лаванды и ждем 30 минут. Первый клещ отправляется в круг. Паразит делает подъем с переворотом и бросается на утек. Однако полоса масла лаванды его останавливает. Клещ начинает бегать по кругу и безуспешно искать выход. Через минуту уже становится понятно, что эфирное масло лаванды способно отпугивать клещей. Теперь интересно, сколько времени масло удержит паразита внутри круга. Через 3 минуты и 45 секунд клещ обретает свободу. Довольно неплохо. Запускаем второго клеща. Паразит начинает бегать по кругу и тщетно искать выход. Однако ему это пока не удается. При этом мы заметили интересную особенность. Масло лаванды еще не до конца высохло, и это хорошо видно на ткани. Заметно, что клещ, как только доходит до этой намоченной маслом зоны, тут же поворачивает обратно. В конце концов клещ разрывает круг через 3 минуты и 3 секунды. Тоже хороший показатель. Настала пора третьего крупного клеща. Обычно такие паразиты оказываются очень стойкими к любой химии и выбираются гораздо быстрее, чем их более мелкие товарищи. Тем не менее, заметно, что запах лаванды этому упитанному клещу явно не нравится. К нашему удивлению, данный паразит смог выбраться из круга через 4 минуты и 12 секунд. Запускаем четвертого клеща. На этот раз паразит тоже довольно долго бегал по кругу и смог выбраться наружу уже через 2 минуты и 31 секунду. Такое ощущение, что эффект от лаванды начинает уменьшаться. Ждем 4 часа и повторяем эксперимент. Первый клещ пошел. Сразу бросается в глаза, что жирная масляная полоса стала едва заметна. Выходит, что масло попросту испарилось. Ко всему еще и клещ довольно легко выбирается наружу. Затем разворачивается, начинает бежать прямо по обработанной маслом полосе. Снова забегает в круг и без проблем из него выбирается. Вот тебе и раз. А мы так надеялись. Может это клещ какой-то необычный? Запускаем второго клеща. Кровопийца слегка потоптался на месте и бодро побежал к границе круга. Лаванда заставила его только слегка пошатнуться, когда он нарушал границу. Третий клещ тоже практически без проблем смог выбраться наружу. В принципе все ясно и можно приступать к подведению итогов. Эксперимент показал, что через 30 минут после обработки эфирное масло лаванды довольно эффективно отпугивает клещей. Однако через 4 часа запах лаванды уже не представлял для клещей никакой преграды. Скорее всего эфирное масло лаванды очень быстро испаряется и в результате теряет свое воздействие на клещей. По этой причине можно сделать вывод, что в деле защиты от клещей эфирное масло лаванды лучше не использовать. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok